Всем привет, с вами Шуша Ника, автор блога usadvice.ru, все про США. Хочу рассказать свой опыт о том, как, про аварию. Около года назад, чуть меньше, была у меня относительно большая авария. Я подумала, что будет интересно людям узнать, как здесь работает эта система, страховка и что происходит и так далее. Я ехала днем, дождя не было, но дорога была мокрая. Я ехала с максимально разрешенной скоростью по шоссе, и мою машину занесло. В общем, она крутилась, и потом я ее затормозила, она остановилась. Слава богу, не было много машин, то есть меня никто не врезался, пока эта машина крутилась. И, слава богу, ничего не произошло серьезного со мной. Но машина была очень в плохом состоянии. У нее оторвался вперед вообще передний бампер. Потому что, видимо, когда я крутилась, я ехала по самой левой линии, и там эта перегородка с другой стороной шоссе. Когда это все произошло, когда я остановилась, я сразу позвонила мужу, только две минуты прошло, приехал уже полицейский. Видимо, кто-то его вызвал, я не знаю, когда увидели, что происходит на дороге, или он там проезжал, в общем, я не знаю. В общем, приехал полицейский, он перекрыл дорогу, чтобы я могла съехать на обочину. Я съехала на обочину. В таких случаях, вообще, когда авария происходит, лучше всего, чтобы был полицейский отчет. Police report. Это для страховой, чтобы потом не возникало никаких вопросов, что произошло, доказывать им что-то или еще. Если полицейский написал, значит, так и есть. Также полицейский вызвал эвакуатор. Тут момент. Эвакуатор спрашивает, куда везти машину, если вы ее... Есть два варианта. Либо он везет, куда вы говорите, например, к своему дому, либо он везет к себе куда-то на парковку, и дальше уже либо вы забираете, или вы страховая, или что. Дело в том, что если он отвезет к вам домой, он с вас возьмет деньги. Ну или страховая должна будет это покрыть. Это неизвестно, покроет она или нет. Если он заберет к себе, то если страховая вашу машину покрывает, они сами заплатят им за то, что там эта машина находилась. Ну а если нет, тогда уже вам придется платить. Ну страховая, по идее, все покрывает. Просто дело в том, что уже дальше дело зависит от того, какой у вас deductible и так далее. Хороший момент со страховой. Я была, честно говоря, в шоке, приятно удивлена. Машина была Total Loss. У меня была машина 2010 года Honda Fit. Она на тот момент стоила, судя по KVB, в идеальном состоянии, если бы она была вообще там без царапинки, без ничего, вот как новая, только вот 2010 Honda Fit. На тот момент по KVB она стоила 8000. Ну я как бы рассчитывала, что хотя бы выбить из страховой 5 уже будет как бы нормально. Объясню еще раз, не помню, я сказала или нет. Total Loss – это когда машина, починка машины стоит дороже, чем сама машина. Тогда страховая просто эту машину забирает, выплачивает сумму за нее, сколько она стоит, и ты берешь эти деньги и уходишь. Если починить ее стоит дешевле, чем она сама, то, естественно, ее чинят. Тут страховая смотрит, что им выгоднее. На мое удивление, страховая дала мне больше 11000 долларов. Я не знаю, как они считали это. Может, они это считали по запчастям. То есть, может, они эту машину разбирают и по запчастям продают как-то или что, я не знаю. Но я была удивлена, даже, ну, мы когда с мужем обсуждали, он говорит, они, наверное, тебе скажут там дешевую цену, типа поторгуйся с ними. Налегай на то, что на KBB это 8000, значит, надо 8000. В общем, а там уже сойдетесь на 5. Но они мне когда предложили больше 11, я была в шоке. В общем, я была довольна и счастлива. Получение этого чека заняло где-то около то ли недели, то ли двух. Я уже точно не помню. Машины у меня не было в это время. Потом страховая прислала чек. Я пошла, купила новую машину. Что из этого, как бы я, какой вывод могу сделать? Великолепно работает полиция, очень быстро и очень профессионально. То, что говорят, что якобы, как только что-то случается, сразу приезжают скорая и пожарная, и полицейские, это не так. Потому что ко мне никто не приезжал, например, потому что никто не пострадал. И я так понимаю, система работает так. Если есть авария или что-то произошло, и потенциально есть пострадавшие, или пострадавшие видно, что есть, тогда полицейский вызывает скорую пожарную. Почему пожарную? Потому что пожарные часто выезжают на звонки, которые связаны как бы со скорой помощью тоже, в том смысле, что они не медики. Но в скорой помощи, кстати, не медики, а парамедики. Они называются, они как санитары, грубо говоря. Но они могут оказать первую помощь, если надо, и отвезти в больницу. Точно так же, как и скорая. Если есть пострадавшие, или потенциально есть риск того, что кто-то там ударился головой, или у кого-то может быть перелом, или еще что-то, тогда полиция вызывает их. Если нет, то нет. Как бы ты сам решаешь эти все дела, уезжаешь и так далее. И третий момент, это то, что, как ни странно, страховая заплатила очень хорошие деньги за машину. Хоть она того и не стоила на самом деле. Если бы я ее продала на тот момент, я бы столько денег не получила бы за нее. Сколько мне заплатила страховая за разбитую? Поэтому это для меня загадкой осталось. Страховая компания у нас на тот момент была State Farm, если кому-то интересно. Может, это, кстати, зависит еще от страховой компании. К сожалению, нам пришлось ее поменять, потому что они подняли очень сильно цену. После аварии происходит, если авария как бы по вашей вине, ну, в моем случае, хоть как бы я сама ничего для этого не делала, но машину занесло и не было никаких виноватых. То есть, как бы получается по моей вине, то они подняли очень сильно цену, и нам пришлось поменять страховку. Сейчас у нас Progressive. Вот. Хотела поделиться этой информацией. Надеюсь, окажется она полезной. Если вам это видео понравилось, ставьте лайк. Если есть вопросы, пишите в комментариях. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok